Вот таким бестраншейным способом прокладывают газопровод в микрорайоне Прилуки. Вместо того, чтобы разрывать всё дорожное болотно, рабочие делают небольшие проколы, а ведут трубу под землёй с помощью специального оборудования. Это прибор Digitrack, американская локационная система, то есть видит глубину, направление, то есть ведём пилотное бурение. За два месяца в Прилуках проложили две трети газопровода, а это более двух километров. Строители смонтировали трубу на улице Железнодорожной, сейчас перешли на Никольскую. Работы ведутся ежедневно, трудятся от 12 до 17 человек. В настоящий момент идёт строительство распределительного газопровода. Объект состоит из трёх с лишним километров газовых сетей, газорегуляторная подстанция. В настоящий момент две трети объекта сделано, то есть осталось чуть более километра. Работа продолжается, работа выполняется с помощью направленного бурения, которое вы сейчас видели на объекте. Земляные работы проводятся в сопровождении археологов. Газопровод будет пролегать через памятник археологии – поселение Прилуки 17-18 веков. На данный момент идёт устройство котлована для поворота газопровода. Так как здесь территория памятника, то культурный слой разбирается археологией. В дальнейшем, когда мы дойдём до материковой поверхности, с которой уже началась вся жизнь здесь, придут газовики. Жители микрорайона Прилуки почти десятилетия пытались добиться проведения газовых дома. Жить с газовыми баллонами не просто неудобно, но и накладно. Несколько лет назад местные активисты обратились к главе города Юрию Сапожникову, который помог решить проблему. Сейчас в Алакжане активно следят за ходом строительных работ. На проведение всех работ выделено почти 34 миллиона рублей. Новый газопровод позволит пустить газ примерно в 250 домовладений. По контракту подрядчик должен выполнить работы до середины ноября. На прошлом нашем рабочем совещании на данном объекте при главе города Сапожников Юрия Владимировича была озвучена просьба составить списки желающих подключиться к данному газопроводу, который мы строим для того, чтобы составить коллективное обращение в газораспределительную организацию, чтобы этот процесс был централизован. На сегодняшний день свое желание изъявили почти 70 процентов жителей микрорайона Прилуки. Они уже в час собирали заявления, работали с жителями. Главе города все списки передали для того, чтобы эту работу организовать максимально быстро. В адрес депутатов продолжают поступать обращения от жителей, как подключиться на догазификацию, то есть как этот механизм будет реализован. В России стартует федеральная программа догазификации. Она подразумевает под собой то, что поселки и населенные пункты, которые изначально были газифицированы, то есть за счет этой федеральной программы можно подать заявку и газотранспортная организация, то есть за счет федеральных денег протянет газопровод от существующего газопровода до земельного участка заявителя. Собственники частных домов будут оплачивать только подключение газа от границы участка к дому и в самом жилом помещении. До земельного участка газопровода протянут за федеральные средства. Такая мера позволяет снизить сумму подключения в разы.